Мы пришли возвестить великую радость, которая пришла всем людям, что за грехи людей умер Спаситель мира, Иисус Христос, и всех зовет к покаянию, притом спасение даром, не за баранов. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. В геении огненной сатаной мучиться будет. И мы пришли для этого, чтобы сказать, а тут разврат сплошной. И вот все время показывают, то задницу, то титьки, мужики тут анонизмом занимаются. 50% голые, а процентов 90% с лишним мусульмане. Самое богомерзкое собралось здесь. Бога не боятся, сквернословят. Маленькие ребятишки, а мы мусульмане. Мусульмане, 10 лет нет, и меня материт, а мне 81 год. Вы не мусульмане. Мусульмане уважают старших людей. Я их очень хорошо знаю. Я знаю их учения. Вот оно. И у них нигде не написано, чтобы делали аборты, чтобы сквернословили. У них нет только спасителя Христа. А так мы можем сказать, что мы очень много похожи друг на друга. Согласен. Ну, вот говорят, у нас почти расхождения нет. Я занимаюсь как историк. У меня вышло 38 томов книг, и один я посвящаю Корану. Разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. 5216 расхождений. Ни два, ни три. Вот я спрашиваю простой вопрос. Нигде там, мулы. У меня путешествие было. Мы книги в библиотеке дарили. Библиотеки. С Барнаула я живу тут. До Владивостока. Потом до Лиссабона дошли. Скандинавии, Прибалтику, Север и Турцию прошли. 650 городов. Сделали подарок на 35 миллионов рублей. И нашевали в Баку, в доме мулы. И там были беседы, все записано. Взяли римлянам 623. Возмездие за грех, смерть. И все согласились. Никто не против. Бог карает грешника. А как спастись? Тут остановка. А у нас дальше написано. Дар Божий, жизнь вечная. Во Христе Иисусе Господе нашим. Вот вопрос. Если вы желаете больше узнать, вы только запомните мое имя, фамилию Игнатий Лапкин. И можете по скайпу меня найтись. Игнатий Лапкин. Но если вы в Ютуб зайдете, канал называется «Во свете Библии». Ютуб канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это огромный канал. 18 тысяч 400 роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Вот так оно и есть. А то у вас только вход. А то первой страницы еще нет. А когда на первую страницу попадете, вы увидите, там я отвечаю. И мусульманам отвечаю, и разборы, и коммунистам, и всем. У меня очень большой канал. Мне много пришлось учить, в пяти университетах вести занятия, во всех отделах милиции, три радиопрограммы, и поэтому вопросов накопилось. 4124. И на все отвечают, что об этом говорит Библия, святые отцы, каноны церкви, жития святых и мировая культура. А вот в частности в чат-рулетке, вот почему вы в чат-рулетке сейчас? Ну вот смотрите, поближе такой микрофон делайте. Если мы верующие, то мы должны видеть грех, чтобы люди в нем не утопали. Почти случайно мне пришлось здесь быть, я пять месяцев нахожусь здесь. И мы здесь нашли не два, не три человека, а около 600 человек, которые желают что-то знать. Мы пришли сюда, как врачи, к больному. И видя, что здесь Содом и Гамора, разврат, мы это все высвечиваем во свете Библии. Мы обязаны это сказать. Человек пьяный лежит на рельсах. Я по неволе должен стащить его. Ну, не спорю. Вот если у вас есть духовные вопросы о Библии, о вечности, о душе, о будущих судьбах мира, вы можете спросить. У меня вот вопрос. В начале, когда Бог создал только землю, да? Что-то плохо слышно у вас. Я однополую включил. Сейчас, секунду. А то я еще и не дослышу, только совсем плохо. Сейчас. Мне шороха даже не издает никакого. Но вы запомните, если вы зайдете в скайп, Игнатий Лапкин, я один на весь интернет с этой фамилией. И там я могу вам скинуть все ресурсы. У нас очень большой сайт. Очень большой. Там 50 книг, насчитанные моим голосом. Они в интернете. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуз, Жития. Да, я вижу. Главное, вы все написали правильно. Вот видите, грамотный человек. Тут редко встретишь. Тут как будто бы люди собрались, а в школу не ходили. Да, Библия есть аудио. Вы зарядите только в гугле Библия, аудио, Игнатий Лапкин. И моим голосом, насчитанная она у вас будет. И кроме того, Иоанн Златоуст, самый плодовитый проповедник за 2000 лет. 12 томов. Иоанн Златоуст, Игнатий Лапкин. И вы видите, я там по счастям считаю, Архипелаг, ГУЛАГ, Игнатий Лапкин. Там найдете. Жития святых. Это 1173 биографии за 20 столетий. Канонизированные которые. Материал огромнейший просто. Огромнейший. Это я все делал еще в те годы, когда нас за это сажали. Я пять тюрем прошел за это. Заплатил большую цену. Только в 87-м нас 210 заключенных выпустили. Мы добились разрешения, получили статус, строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. В Алтайском крае. И у нас даже в деревню въезжает, и надписи висят на территории, деревни. Курить запрещается. Было трудно все это, но сейчас уже построили храм, школу, государственную школу. Своими силами государство ни рубля за 28 лет не дало. Я начальник детского лагеря, основал лагерь православный. Больше несколько тысяч детей. Я 48 лет занимаюсь с детьми. Не рубля. И мы подняли тысячи детей. У нас главный лозунг в лагере. Россия должна встать. Россия, тире, это мы. И маленькие дети скандируют это. Как нас гнобили. В один год было в 98-м году 15 краевых комиссий до КГБ, чтобы задушить. А дети на крышах, мы их выставили с плакатами, а там написано «Коммунисты, людоеды, займитесь своей душой». И они ничего не могли сделать. Лагерь продолжал существовать. У нас отовсюду были. Из Канады приезжали, там, с Бразилии. Это мы всё делали во имя Христа. Для Бога. Ни я, ни обслуга, нигде, ни рубля не получили за полвека. Поэтому сажаем картошку, там, что вырастить надо, которые в деревне тебе разводят скотину. Каждый вторник молочники идут в город. Это 156 километров от Барнаула. Жить можно. А не то, что Путин виноват, Трамп виноват. Начинай работать. Нам дано указание, молиться за старей начальствующих. Поэтому мы молимся. Дай, Господи, мудрость правителям мира, чтобы издавали добрые законы, дали достойно жить подданным, чтобы было из чего уделять. И перечисляем. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. Это тех, которых мы знаем. И мы молимся. Вот я спрашиваю, когда тут мусульмане, что самое ценное в мусульманстве. Это ни один не может ответить. Ну вот тот, собирают, что попало. Я говорю, самое ценное намаз пять раз. А у нас он девять раз совершается. И после каждого намаза сто поклонов. Поэтому у нас, где мы проезжали, нас мусульмане, ну все страны мы прошли, как родных приглашали. В Баку мы остановку сделали в доме Мулы. Там встречи были. Вот если откроется, то, видите, жалко, что я же вот так, конца света, да? Мы об этом свидетельствуем. Мы живем в этом. Почти в алармовой обстановке. И благодарим Бога, чтобы всегда радостные были. Вот нашу, если зайдете вы в этом, в Ютубе, вы увидите, какая наша община. Мы православные. Признаем московский патриархат. Но у нас чашка не ходит. Ничто не продается. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Десятина включенная. И со свечками не ходят. Воск покупают, лют и сами ставят. Конечно, мы деньги скидываемся. Брат у меня священник, на пять лет моложе. Мне 81 год. Мы благодарим Бога. Наши женщины одеты на богослужение. Два платка, как хиджаб. Ну, такие русские люди одевались. Платье 10 сантиметров от пола, чтобы не выше было. В православии все нас зовут мусульманами. А мы, когда ехали, так они, а вы кто? Шахиды там разные. Ну, вот. Мы никогда не бреем. Ни усы, ничего у нас не положено портить. Мы божье творение. Мы в армию даже идем. У нас наша община принята. Оружие в руки никто не берет. А альтернативная служба. Там дольше в два раза служить, за больными ухаживать. Но власти нас даже таких не берут. Пищать ставят и все. Никто не отказывается. Нас могут не бояться никто. Но мы пойдем, если призовут в армию, ну, спасать. Там вытаскивать с поля боя. Но корректировать огонь, подавать снаряды мы никогда не будем. Мы дети божьи, мы всех счастливее на всей земле. Вот если вы зайдете на наш сайт, вам будет очень интересно. Там государственные фильмы. Тогда снимали на такие вот бобины огромные. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. А второй про мою биографию в России. Златоуст из Потеряевки. Первое место в России. Хотя мы никакими себя великими не считаем. Это Бог делает, как ему угодно. Вы лучше опустите лицо вниз. Я вам великие сокровища покажу. С чем мы пришли сюда. Что Иисус Христос умер за грехи людей и всех зовет к покаянию, чтобы начать жить новой жизнью. Какой бы ты ни был. В Библии написано, как одна женщина-блудница. Ну, по-нашему, супруга всего мира. И пришла. Христа осудили за это. К кому? Кто пришел? А она распустила волосы, слезами омывала ноги, волосами отирала. И Господь говорит, иди и впредь не греши. Прощаются тебе грехи твои. Если хотите поговорить, вы сделайте, чтобы было видно друг друга нам. о Боге. Вот, мы сюда пришли, чтобы людям рассказать великую радость, что на кресте умер Иисус Христос и воскрес. Воскрес, то есть... У нас есть в школе такая... Дата Библии называется. Мы там проходим все. И вот вчера назывался День Воскресения. Почему? Христос воскрес. Сейчас идет 2019 год. От чего первый год? От Рождества Иисуса Христа. Угу. Тебя как звать-то? Варя. А? Варя. Варя Валентина означает сильная. Итак, Валентина, будь сильной против греха. Я тебе сразу скажу, к подругам никому на дом не заходи. Варя. Варя меня зовут Варя. Вот. Никому не заходи на дом-то. Варя? Угу. Варя, о, это такое слово, означает грубая. Варя, ты не будь грубая. Тебе имя такое дали. Ну, что сделаешь? Мне-то святая-то. А ей давали-то язычники имя ее. А я думал, Варя. А-то Варя. Валентина. Варвара. Угу. Ну, что? Варвара – велика мученица. Ты ей подражай, несмотря на имя на это. Ты должна быть верной Богу. У вас православная церковь далеко? А здесь вообще нету ее? Нету совсем? Угу. А-а-а, у тебя, кошка, подожди-ка, я сейчас свою покажу. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Не еду. Ну-ка, выходи. Выходи. Ну-ка. И сейчас там. Маленький, ну-маленький. А у меня кошки в подполе. Я их посадил туда. Ай, какая красивенькая, а? А-а-а, вон она, ну-ка. Эту у нее. Вот она, пришла. Ну-ка, иди сюда. Ты пришла. Ой-ой-ой. Подожди, подожди. И сюда. О! Смотри, какая. Ой, какие кошечки хорошие. Ну-ка, иди сюда. Нельзя. Сейчас я подойду. Чего, Машка? Дай шутку. Да еще оббегают от меня. Долго я еще. У меня, Варя, две голубятни есть. Голубятни. Голубей много. Я очень люблю голубей. Всю жизнь держу их. А перед окном у меня кормушка для воробьев. Около ста воробьев прилетает. Сейчас я гляну, тут они или нет. Да, и вот голуби едят. Если ты, похоже, захочешь встретиться... Я бы все взяла, я бы все вредила. Если у тебя будет желание, там, родители разрешат выйти, то я могу многое там рассказать по скайпу. встретиться. В скайпе Игнатий Лапкин. Вот эти слова, два слова, запиши, и ты меня найдешь. У нас большой YouTube. Мы строим деревню православную, где все верующие, никто никого не обижает. Я бы как этих кошек бы сейчас пришибла. Тем более вот этого маленького. Не будет у меня хостоланничествовать. О, сейчас покажу, еще одна вышла, кошка. Ну, иди сюда, иди скорее, да. Ну-ка, давай. Иди сюда. Так, что мне там помню? Посмотри, Валя посмотрит. Смотри, какая еще есть одна. Она называется Паля. Хвост у нее, как у лисы. Видно, нет? Да, видно. Посмотри, какие глазки у нее красивые. О! Нельзя! Сейчас будешь все мою одежду лать, да, кошка? Паля, Паля бегает. Ну-ка, беги, Паля. Беги. Опа. Она Паля называется. Я бы сейчас и борьбу, как бы стенку стреснула. А-а-а. Сильно. Ну, все тогда, Варя. Мы прощаемся. Игнатий Лапкин, запиши себе, ты меня в скайпе найдешь. Игнатий Лапкин. А я в скайпе не лазил. Ну, а ты можешь зайти в Ютубе канал. Во свете Библии называется. Я в Ютубе тоже есть канал. Ну, все тогда, до свидания, пока. До свидания. Пока.